здравствуйте уважаемые зрители сегодня хотел бы предложить вашему вниманию вот такой стример он не только окуневый но и достаточно успешно ловит щуку судака и другого хищника в чем особенность особенно заключается в том что он очень прост в изготовлении для его изготовления понадобится одно или максимум вернее два или максимум три перышка как вы видите внешний вид его довольно таки вызывающий поэтому щука его точно также не пропустит приступим к изготовлению крючок я использую стримерный фирмы strike 6 8 номер но лучше конечно под окуня он у нас не совсем крупный брать где-то порядка 10 12 номер но желательно чтобы был стримерный делаем хвостик для этого можно использовать остатки пера который у нас всегда остается но я буду брать мех писца красного цвета берем щепоточку меха толщиной приблизительно пол карандашик убираем под пушек немножко сильно не надо убирать нам нужна пышность нашего хвостика подровняли волоски примерили длина хвостика должна быть чуть меньше длины всего цевья остатки лишние обрезали вместе крепления для того чтобы хвостик был достаточно крепко у нас мы добавляем немножко клея и прихватываем теперь для эффектности добавляем немножко люрекса люрекс можно добавлять как плоский так и крученый прихватываем наше перо и прихватили с другой стороны сразу же подровняли их длину в одной точке пару витков больше не надо теперь дальше у нас получились вот так два крылышка по краям симпатичны с одной с другой стороны отводим в сторону наши перья нить уводим вперед приблизительно до не доходя до колечка пару миллиметров берем наши два пера вот так вместе и отводим наши бородки и начинаем формировать тело этими же перьями которыми мы обматывали если перо так как в моем варианте вышла не совсем длинная я беру и здесь держишь добавляю отрезаем остаток и добавляю другое перо убрали убрали добавить здесь можно перо другого оттенка цвета как для вас будет удобно то есть если вам позволяет перо длины то лучше конечно вязать одним пером от начала вот так и до конца ну вернее двумя перьями дошли закрепили перу обрезали и здесь начинаем формировать головку значит если у вас топоршатся волоски перьев ну вот у нас вышла вот такая мы берем как я уже показывал зажигалочку и волосочки эти красиво подпали теперь формируем головку на месте делаем завершающий узел берем глазки берем глазки так как нам не нужно белого цвета головка я беру красный фломастер и подкрашиваю нашу нить можно красной нитью это делать и клеем глазки и клеем глазки берем дабинговую иглу и поправляем место посадочки пальцами желательно не трогать потому что пальцы самый неподходящий момент на таких маленьких глазках могут приклеиться нашей стримерной головки вот у нас вышла вот такая симпатичная ложка для того чтобы придать более красивый вид мы расчешим наше перо и лаком скроем нашу головку и у наш стример готов